День независимости Но благодаря единству, согласию и несгибаемой воле народ Казахстана не только все преодолел, но и добился высоких достижений. В стране воплощено в жизнь множество эффективных программ, направленных на улучшение благосостояния граждан. Несмотря на мировую пандемию и кризис, ряд проектов реализуются в нынешнем году. Одна из них – программа «Дорожная карта занятости». Здравствуйте! С вами Ануар Амангельдинов. И в сегодняшнем выпуске мы выясним, какие новые объекты возводятся в рамках ДКЗ. Перед началом обсуждения хочу представить нашего гостя. У нас в студии заместитель руководителя управления строительства Алматинской области Нусипаев Марат Омарович. Здравствуйте! Здравствуйте! И первый мой вопрос. Пожалуйста, расскажите, сколько новых объектов возводится по программе «Дорожная карта занятости»? Во-первых, я хочу сказать, что сама «Дорожная карта занятости» является государственным программом, который сделан для того, чтобы обеспечить население, местное население рабочими местами. Значит, у нас по Алматинской области, по управлению строительством ведется строительство 24 объектов. Это на 13,6 миллиардов тенге. Из них на данное время освоено 11,4 или 83,8% от годового плана. То есть до конца года мы собираемся освоить в полном объеме эти средства и достичь своих намеченных планов. Расскажите, пожалуйста, а в каких сферах именно больше всего возводится объектов? Значит, по управлению строительством, самым основным, это многое является строительство объектов здравоохранения. Из них, значит, мы в текущем году собираемся ввести 7 объектов и 3 будут переходящие. На данный момент из этих 7 сколько уже встанут в эксплуатацию? Значит, на данное время, на 16 декабря текущего года, на День независимости, мы ввели 2 объекта. Остальные объекты будут введены до Нового года. Вот могли бы подчеркнуть самые такие значимые, масштабные проекты, по вашему мнению, как эксперта? Ну, сказать, что таких крупнозначимых у нас нет, но я считаю, что это все значимые. Почему? Потому что мы привлекаем местное население для того, чтобы возводить данные объекты. Это мы, значит, по управлению строительством привлекли 360 человек. Это чисто местное население, которое прошло через социальную защиту населения. То есть они были трудоустроены у нас на объектах и получали заработную плату. А какова у них заработная плата? Ну, согласно договору, который мы заключаем с подрядными организациями, оговорится, что не менее 50% рабочих должно быть местное население, должно пройти через социальную защиту, в котором оговорится, что заработная плата должна быть не менее 85 тысяч тенге. Ну, в среднем, в зависимости от квалификации рабочих, у нас на местах получают до 150 тысяч тенге. Ну, это, конечно, зависит от квалификации. То есть для строительства, для привлечения, точнее, не привлечения, а для того, чтобы больше получить, нужны квалифицированные кадры. Что печально, у нас нет на местах, в районах, на местах квалифицированных кадров. То есть это каменщики, плотники, бетонщики, сварщики и другие строительные профессии. Есть ли какие-то особые критерии к подрядчикам, работодателям? Особых критерий нет. У нас она проходит через конкурс. Мы подаем заявки на строительство того или иного объекта по дорожной карте. И согласно конкурсу, выигравший подрядчик получает данный объект. Естественно, мы сейчас, основной упор государством делается на то, чтобы было местное содержание. Естественно, конечно, и у нас, кроме оборудования, все строительные материалы, все прочее, это местное содержание. И то часть оборудования, которую не выпускают в Казахстане, поставляется в дальнем, ближнем, ближнем. Скажите, пожалуйста, а все ли работы идут согласно графику? Нет. Тут надо отметить, что вот эта пандемия, карантин, сказался на самом сроках строительства. Почему? Потому что мы, если вы помните, в начале весны был объявлен карантин на два месяца. Когда невозможно было перевести рабочих с одного места на другое, часть рабочих, которых 50%, мы говорим, невозможно было перевести строительные материалы. В связи с этим сроки были нарушены. И пришлось предъявлять договора, согласно постановлению правительства. Постановление правительства говорит о том, что на данное время не привлекать к ответственности и к страхным санкциям и привлечению недобросовестных подрядчиков до конца года. На стройплощадках, вот в связи с пандемией, какие были организованы условия именно касательно санитарной безопасности? О санитарной безопасности, значит, во всех строительных объектах выдавались маски для, одноразовая маска для рабочих, были санитар-гейзеры вот эти. Ну и тут сказать, что соблюдалось дистанции сложно, потому что это идет рабочий процесс. Ну, подрядчики вызывали иногда, проводили, приглашали врачей там провести анализы, в связи с чего выявлял, что люди некоторые заболели, целым бригадам приходилось отправлять на лечение. Два-три человека, например, выявляли, что они в бригаде заболели, вся бригада уходила на карантин. И как вы справлялись с этой проблемой? Ведь необходимо же не отстать от графиков, постараться. Старались пригласить местное население, работали с местными населениями, районными акиматами работали, приглашали со стороны. Если завершался какой-то объект, там идет как обычный процесс, то идет вначале бетонщики идут, камщики, потом отделочники. Вот на каком-то объекте, если завершался бетонщики, старались перекрывать другой объект, который сам останавливался, отставал по железобетонному работам. Это позволяет нам до конца года завершить все объекты. Скажите, пожалуйста, на следующий год есть ли переходящие объекты? Если есть, сколько и какие? На следующий год у нас 11 объектов переходящих. Это школа Антмах, одна из крупных, которая в Талакургане строится. Пристройка центра занятий спецгосуслов Айала, город Талгар, архив села Селена-Арн-Кол, плотина в Каратарском, Коксусском районах, растительная сеть в городе Талакурган, ИКС, инженерно-коммунистационная система внутреплощадной сети в селе Бесагаш, две врачебные амбулатории и патологическое отделение. Это у нас переходящие на следующий год. Спасибо большое, Марат Умарович, за такой содержательный разговор. Вы ответили на интересующие нас вопросы. Благодарю вас. Спасибо. Год практически завершен, и за это время в рамках программы в области построено и отремонтировано сотни объектов. Впрочем, давайте обратим внимание на экран, где приведена детальная статистика. На сегодняшний день выполнено 874 проекта, трудоустроено более 19 тысяч человек, свыше 9 тысяч из них через центры занятости. Действительно, программа «Дорожная карта занятости» стала мощным драйвером развития инфраструктуры в ряде городов и сел. Благодаря ее реализации, жители села Жетысай Кигенского района получили очень ценный подарок главному празднику страны. После капитального ремонта вновь в свои двери распахнула школа имени одного из видных уроженцев Алматинской области – Майлы Орманова. В 1937 году сельский учитель был признан врагом народа и расстрелян. В 1958 году реабилитирован за отсутствием состава преступления. Стоит отметить, в уходящем году по госпрограмме в Кигенском районе отремонтировали сразу пять образовательных учреждений. Подробнее расскажет Аделя Ахжаркенова. Средняя школа села Желысай была построена почти полвека назад и уже давно нуждалась в капитальном ремонте. Теперь ее не узнать. В школе заменили все от инженерных коммуникаций до крыши. Образовательное учреждение на 320 мест теперь полностью оснащено современным оборудованием. На эти цели было выделено 421 миллион тенге в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости». Для нас это большая радость. Население и родители очень ждали открытия школы после ремонта. Спустя 45 лет наша школа полностью преобразилась. Сейчас здесь получают знания 280 детей, а также имеется дошкольный мини-центр. Торжественное мероприятие провел Аким Кигенского района Талхат Баидилов. Он лично обошел каждый кабинет и оценил качество проделанной работы. Также глава района передал школе 5 новых компьютеров, приобретенных на средства из местного бюджета. А для комфортного и безопасного передвижения учеников подарили новую газель. В государственной программе об образовании уделяет большое внимание на то, чтобы материально-техническая база сельских и городских школ была одинаковой. После проделанной здесь работы и эту школу можно сравнить с теми, что расположены в больших городах. Я верю, что теперь дети будут получать качественные знания и показывать отличные результаты в учебе. Также в селе Жилысай к концу подходит строительство нового детского сада на 90 мест. На сегодняшний день подрядная организация «Стройиндустрия» уже завершила 90% строительных работ. Как и школа, детский сад строится под знаменами дорожной карты занятости. На этот проект было выделено 270 миллионов тенге. Сдать дошкольные учреждения планируют к концу текущего месяца. Аделя Кжаркенова, Ербола Тантелов, телеканал ЖИЦУ. И на этом у нас все. Я благодарю за внимание. Оставайтесь на телеканале ЖИЦУ. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова